Продолжаем строительство нашей ракеты. Так, ребят, нашел я такие топлива, не поверите, находилось оно в шахте на пятом уровне. Так что пришлось немножко побегать, поискать. Так что давайте теперь будем собирать нашу ракету. Так, что мне тут надо? Электроника, металл. Вроде все есть. Даже по идее в этой серии мы сможем с вами достроить ракету. Может даже улететь, посмотрим. Так, электроника, металл и водород. Вот он, отлично. Давайте начинать строить. Я надеюсь просто, что мы закончим сегодня в этой серии. Поговорим со всеми нашими друзьями, которые у нас тут появились и улетим спокойно на свободу с этого города. Ну то есть на следующую статью строительства у меня в принципе тоже есть еще материалы, а вот если будет еще третий, то придется это все искать. Только единственное, я не знаю, что мне делать потом с нашими животными. С собой забирать. Так, письмо пришло. Хорошо, идем, заберем письмо. Хотя нет, давай, наверное, сначала пополним запас дерева, чтобы он на свет тут не выключился нигде. Блин, реально, а что потом с животными делать? Неужели мы их тут оставим? Или мы с собой заберем потом на ракете? Так, все, отлично, побежали. Как раз поспим и продолжим наше строительство. Давай немножко ускоримся. Так, ага. Взять все. Давай смотреть, что-то у нас такое. Так, улучшает. А, это улучшение создает в комнате идеальные условия для хранения писщи. Во, это типа вот сюда, да? Нужно одно из трех. Хорошо. Так, научитесь производить обычное улучшение для комнаты. Генератор морозилку. Так, обеспечит более эффективную работу генератора в комнате. А это мне надо, это мне надо. Ага. А давайте, наверное, сначала мы с вами сделаем. Сначала мы с вами, наверное, сделаем. Сейчас посмотрим, погодим. Давай сюда. Сходим, посмотрим, сколько мне надо. Одно, да? Так, оно. Улучшить. Все. И по идее у нас улучшился генератор. Ладно, мы с этим разберемся. Давай поспим. Давай поспим. Немножечко. Да, поехали дальше. Закончим с вами ракету, потом посмотрим по поводу генераторов. И морозильной комнаты. Потому что, по идее, мне не хватит этих электронных компонентов. Так, давай смотреть, что там дальше по поводу ракеты. Пластик. Ткань. Электроника. Так, пластик у нас тоже вроде с вами есть. Вот он. Давай дальше строить. Так, пластик. Электроника. Ткань. Блин, я ткань не взял. Хорошо. Ткань у нас много. Можно тратить. Так. Пластик. Не, пластик, пластик, пластик вот сюда. Ткань вот сюда. Модуль управления. Это вот эта вот штука, которую мы с вами тогда разобрали в прошлой серии. Блин, надеюсь, реально мы с вами сейчас закончим. Надо будет потом заказать компьютеров, разобрать и посмотреть, сделать бразильную комнату вот здесь. Для холодильника. Бля, настроится ракета. По идее, все, да? Так. Ну да, шикарно. Готово. То есть мы можем улетать с вами, да? Правильно я понимаю? Так, моя красавица готова. Последняя часть моего грандиозного плана побега. Можно запускать в любой момент. Осталось подумать, все ли я сделал. Так. Назад пути не будет. Хорошо. Давай мы с тобой, наверное, закажем электроники. Посмотрим сейчас. Так. Торговать. Хорошо. Можем ли мы еще купить? Вот. Можем купить. Торговать. Отлично. Надо взять вот эту штуку, разобрать, чтобы она у нас тут появилась. Все? Мы ее разобрали, правильно? Да. И эту штуку тоже мы разберем, чтобы она тоже у нас была. Все. Отлично. По-моему, это мне надо 4. А, я не могу 4 создать. Мне не хватает компонентов. Ладно. Сейчас что-то будем думать. И да, по-моему, если не ошибаюсь, нам нужно будет включить вот тут свет в комнате. Красным. Тогда, когда я буду, типа, улетать. Так. Включить. Во. Так, светогреть. Теперь осталось только дождаться неспящих. Надо выйти поискать их. Хорошо, мы это сделаем. Дай мне сюда забрать. Отлично. Разобрать. По-моему, нам должно хватить на морозилку. Четыре штуки. Всего два. Все равно два. Два, два, два. У нас больше, да? Нет уж. Ну да, у нас электроники больше нету. Блин, хочется закончить. Посмотреть, как она выглядит. Если честно. Иначе придется ждать. Так, а где мне искать наших... Наших людей? Где-то здесь должны быть, по идее. А вот и они. А вот и наши новые друзья. Так, привет, мистер выживальщик. Привет, Боб, брат видеть. Что ты нашел время поздороваться перед этой своей великой операцией. Ты готов? Уже слышишь, как поют люди. Сарказм, выживальщик. Не веришь в наше дело? О, нет, нет. Просто я больше одиночка. Мне сложно представить себя шагающим с флагом. Но я желаю им всего самого лучшего. Ты правда думаешь, что у нас сегодня есть шанс? Ты готов? Как никогда нам ничего терять, кроме своих... Кроме своих чего-то там... Оков, по-моему, да? Отлично настроено. У меня есть к тебе один вопрос, Боб. Вы, ребята, любите свободу. И переживаете слежку. Но ведь и сами привели много времени за наблюдением. Так? Наблюдением за тобой? Нам пришлось. Как иначе было понять твои цели? И можешь ли ты помочь нашему движению? Мы поняли, что ты особый еще, когда упал самолет. И очень быстро начал обманывать агентство, чтобы противостоять влиянию. Большинству из спящих требуются усилия. Физические барьеры, избегание ночной перезагрузки. Периодические контенты с другими пробежденными. Упражнения по концентрации. А ты не даешь промывать себе мозги чистым усилием воли и тем, что не сидишь сложа руки. Потрясающе. Твой пример дает нам надежду. Мы очень признательны за то, что ты встал на нашу сторону. Спасибо тебе, выживальщик. Пожалуйста. Только не думай, что я забуду это твое. Не спускайся на нижние уровни шахты. Удачи тебе сегодня. Пусть весь горы станет неспящим. Хочется в это верить. А тебе удачи с твоей блестящей жизненной пулей. Было приятно с тобой познакомиться, выживальщик. И мне с тобой, Боб. Гав-гав. Все? С тобой поговорить еще? Привет, выживальщик. Так, привет, Джо и Чупакабра в городе. Не ждал вас здесь сегодня увидеть. Ты примкнул к неспящим? Не знаю, считаю ли они меня постоянным членом, но да. Я им немного помогаю. Я так много читал про заговоры. Тайные организации могли отпускать шанс заглянуть на одну из них поближе из-за этих глаз. Ага, согласен. В любом случае, организация. Помасштабнее в округе Мирикосвилля не найти. Как думаешь, что будет дальше после пробуждения? Самое забавное в том, что я не знаю. Ожидается, что мы пробудим достаточно людей для самоорганизации и сопротивления местным агентам. Ну а дальше посмотрим. Лично я боюсь, что пробуждение спровоцирует что-то еще. Реакцию глубинного государства массовый выпуск химотрассы. Но что бы ни случилось, я хочу понаблюдать за этим в первых рядах. А то у нас в свалке скучно живется. Так, кстати, о твоем запуске. Я знаю, что ты летаешь. Хочу попрощаться. Пожалуй, мы хорошо с тобой поладили, выживальщик. Согласен, Джо. Ты здорово помогал мне. Да, и компанию составил отличную. Да-да-да, гаузычек. Да, и ты тоже молодец, Чупакабра. Ну, ответ на прозву Жвалиф. Ты ведь сам работал на тайную организацию, верно? До тебя дошли слухи, да? И прям работал на гество. Но это была совсем другая жизнь. Она осталась в прошлом. Не зацикливался на этом, выживальщик. Мировая история кишит двойными агентами и перебежчиками. И я слышал, что их до белого коленя довел. Я слышал? Ты не единственный, кто имеет пользоваться радио, выживальщик? Да, когда наблюдатель еще не закрылся, одна из моих агентств... А, одна из моих антенн была направлена на базу. Иногда я перехватывал всякую военную болтовню. В основном, ничего важного или просто какой-то шифр, который я не мог понять. А потом радио выстрелило, как фейерверк на 4 июля. Мы тогда еще праздновали. Там орали, что-то об отделе благополучия. Я думал, у кого-то сломалась сауна. Или типа того. А потом они начали в ужасе орать, что кто-то выпустил собак. Ну нахуй, это док там. Так точно. Изучал это серьезно. Думаю, это были необычные друзья человека. Потом говорили, что кто-то написал свободу на каком-то окне, будто это матное слово. А потом сделал официальное объявление не произносить слово вслух. Они были в шоке, когда узнали, кто оказался диверсантом. Я не запомнил имя, но реакция была такая, будто это сам президент. А потом сработалась инвизация из-за несанкционированного взлета с аэродрома. Радио просто сошло с ума. Скоро объявили о прекращении радиосвязи. И все затихло. Как ты догадался, что это я? Это было несложно. После аварии в лесу осталось лишь сопоставить факты. Почему ты помогаешь бывшему агенту? Да ладно тебе, выживальщик. Я член секретной поставщикой организации и дезертир правительства агентства. Да это просто мечта. Да уж, мне понравилось быть с тобой в заговоре. Хорошего полета, выживальщик. Спасибо. Так, обязательно покажу. И че пока, бра. Гав-гав. Ну вот и все, мне пора. Храни вас бог, выживальщик. Удачи вам, прощайте. Да-да-давай, зайчик. До свидания. Кто это еще там? Давай посмотрим. Ага, это агент. Не, ребят, мы улетаем. Мы улетаем и с вами. Все, не хочу. Я могу улететь прямо сейчас или разобраться со старшими делами. Не, ребят, улетаем. Ну? Запустить ракету. Ну, чем причина, чем причина запустить ракетку? Паттла мне не дает агент это сделать, да? Правильно, я понимаю. Ну, ладно. Давай накроем. Накрыть. Давай. Откроем. Здравствуйте, мистер выживальщик. Здравствуйте. Я сегодня не ждал проверок. Думал, они больше не нужны. Но как быстро вы узнали меня без очков. Вы очень проницательный, мистер выживальщик. Я надеялся, что и маскировка продержится хоть немного. И мне удастся застать вас врасплох. Что до проверки я этим больше не занимаюсь. Не в очках делаем. Просто я хорошо помню ваш голос. Но если честно, мистер агент, вы и правда сбили меня с толку. Я не понимаю, зачем вы пришли. Он, мистер выживальщик. Зовите меня минитменом. О, это этот минитмен, которому мы помогали. Ох, а я-то думал, вы меня уже раскусили. Да, это я отправлял вам все эти вещи, информацию. И спасибо, что отвечали на мои просьбы. То есть вы хотите сказать, что все эти инспекции и отчеты были просто для вида? Здорово надо мной поиздевались, да, минитмен? Но, мистер выживальщик, никто не должен был ничего заподозрить. Мне приходилось хорошо выполнить работу, чтобы помогать вам. Я даже переселил себя и не заглядывал под ковер. О, ну конечно, вы просто выполняли приказы. Но как вам удалось сбежать после засады агентства? Ах, да. Честно говоря, я думал, что доблестно погибну. Но до этого не дошло. Меня предупредили о засаде. Я ждал ждал меня всего один старый агент. Я сделал предупредительный выстрел и он отступил. Наверное, решил позвать подкрепление. Воспользовался шансом и сбежал. И вот он я, живой и здоровый. Не удержался, решил представиться в своей истинной обличии. Ясно. Что ж, я польщен. Но у меня остались вопросы, почему вы решили писать письма именно мне. Я давно вас приметил еще во время, когда мы работали вместе. Что? Вы наверняка бы меня не вспомнили даже без амнезии. Я был простым агентом с базы наблюдения, а вы настоящей звездой. Так. Давайте без ложной скромности. Вы были инженером высшего уровня, а мы смогли запустить медного змея. медного змея? Ну, пусть будет змея. И удерживать его на орбите именно благодаря вам. Вы обожали свою работу, вы были упорны, трудолюбивы и очень общительны. Когда я видел вас на базе, то всегда думал, хочу быть похожим на этого парня. Даже не зная комплименты или оскорбления, что случилось, почему я перестал работать на правительство. Как бы сказать, после успешного запуска медного змея вам стало скучно. Вам было слишком просто наблюдать за спутником. Он работал как часы. Так что вы стали заглядывать в другие отделы, общаться, разбираться в их работе, чтобы помочь. И вот однажды вы зашли в отдел вдохновения и блопа получи. Умеют живояки придумывать название и чем там занимался. Ну, они продолжали тестировать технологии, волны. Ну, вы знаете, проводили тесты на собаках, все как обычно. Об этом можете не рассказывать, я вспомнил, что там было и очень зря. Ну, да. А следующие пару дней вы были просто сам не свой и совсем не общительным. Однажды я проснулся от сигнала травы. Все кричали и населись по базе. Оказалось, что кто-то проник в отдел вдохновения и блополучием. Выпустил собак и написал на стене свобода. Да-да-да. А потом украл один из чертежей и покинул базу. Кажется, картина складывается. Проясняется. к сожалению, для вас и вашей попытки побега. Ракета воздух-воздух оказалась быстрее. Они таки не нашли обломков, но зато нашли вас бесцельно бродящим по лесу. Вас собирались показательно наказать. Собирались и не передумали, но потом поняли, что вы идеальный кандидат для тестов. О чем это вы? О наблюдении и назовлении медного змея. Вы потеряли память, но у вас было очень удобно играть волны контроля. К этому же у вас сильный характер. Отлично. Возможность проверить силу спутника. Согласитесь. Ну да. Это вы за мной наблюдали? О, нет, только только о нет, агента уволили, когда вы пытались бежать на машине, а затем я убедил их продолжать эксперименты. Они согласились. К тому же я хотел узнать вас повнимательней. Это странно, Минитмен. Нет, правда, я восхищался вами. Я был в восторге. Вы всегда отличались от остальных. И ваш побег собаки надпись на зеркале. Это было прекрасным. К тому моменту мне уже наскучила рутинная. Так что решил вам помочь. Я не хотел, чтобы меня подозревали. Так что продолжал жить. А, продолжал ходить на проверки, но в то же время я начал помогать вам под видом своего альтер-эго, мистера Минитмена. То есть все это было показухой. А вам то какая выгода? кроме то, что я искренне хотела помочь самому интересному человеку. Да, кроме мистера Выживалика. Знаете, воинствами были источники надежнее нашей правды. Международные отношения сейчас очень-очень напряженные затронут не только нашу великую страну. Боюсь международного конфликта не избежать. И вы хотели, чтобы мистер Выживальчик, я приложил столько усилий. Давайте ближе к делу. Я хочу лететь с вами на вашей ракете. Наконец конкретный ответ. Нет, ничего не выйдет. Но мистер Выживальчик, это невозможно. там всего одно место. Я более чем уверен, что управлять ракетой вы не умеете. Нам всем грозит смертельная опасность. Мы понятия не имеем, сколько еще протянет реку, свели все странно. Ладно, после того, как я улечу, можете пользоваться моим бункером. Он мне больше не понадобится. оборудование не соответствует акту безопасности и благополучено. Надеюсь, вы не будете против. Спасибо, мистер Выживальчик, вы меня выручили. И знаю, куда вы направитесь, но удачи вам с полетом. Правда, признаюсь, я думал, что наша встреча пройдет теплее. Это стандартная процедура в Минитмен. Так, ну раз он будет пользоваться раз он будет пользоваться нашим бункером, предлагаю выложить все лишнее. Отдать ему все, что у нас есть тут. А самому улететь. Так, ну давай книжечку сюда положим. Так, полетели. Запустить ракету. Наконец-то я добрался до финала. Скоро я мчусь на гигантской стальной ракете подальше от скучнейшего городка на земле. Прощай, я не буду скучать. Наконец-то ребят, мы с вами улетаем. все с криками епи-кай-ей взлетаем. Тут я понимаю, тут нормально отстроить такую махину. Ого, впечатляет. Ну что ж, наконец-то пришло. Начинаем операцию пробуждения. Так точно, капитан. Вот это легкая походка. Вообще тупо на чиле. Ты? Что ты здесь делаешь? Я могу все объяснить. Эту долгую историю понадобится много времени, но я на вашей стороне. Бум. Ля. Вы это видели? То есть мы только улетели и началось, да? Я был прав. Блин, ну вода у них тут есть и да, у них есть. К такому мы не готовы или готовы? Готовы, ребят, заходите, тут все есть. И вода, и дат все есть. Ну? Он продолжение будет? Покажет? Сумасшедшая скорость. Все было ради этого момента. Я пережил падение самолета, потерю памяти, слежку правительства, под себе второй дом под землей, а затем сражался, занимался фермерством, путешествовал и построил способ сбежать. Прошлой жизни был слугой режима. Нынешний я помогал такими же штуковатым мечтателям, как и я. что ж, вперед новым началом к свободе. Ну, я так понимаю, должна быть вторая часть, да? По идее. чёрт. Ну да, по идее, должна быть вторая часть. Ну, не знаю, ребят, как вам игрушка, мне лично понравилось. Я бы, наверное, еще бы прошел бы. Если была бы такая возможность. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и и да, Ля, можно играть, да? Прикольно. Блин, я надеюсь, что будет вторая часть. Ну, разработчики сделают вторую часть этой игры. И мы с вами сможем её пройти. Но я думаю, что те люди выживают в том, бунт, там и вода есть, и еда есть, и козы, и куры, плюс генераторы. Так что я думаю, справятся. Так что все. Сия, мур-мур и да потом, ребят. мур-мур 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 Продолжение следует...